Что касается непринятия закона об оскорблении чувствах верующих, то это, наверное, прогнозируемый результат, потому что сама формулировка оскорбления чувствах верующих, она настолько расплывчата и не поддается какой-то юридической кодификации, что под нее можно подвести все что угодно. Кого-то оскорбляет крестик на шее, кого-то оскорбляет наличие синагоги или, например, мечети, вот сейчас протесты были против мечети на проспекте мира. Наоборот, есть разные степени остроты, и чем человек может быть более ненормальный и сумасшедший, скажем так, тем больше у него обострено вот это чувство. Получается, что мы бы приняли этот закон в защиту экстремистов, то есть людей, которые всеми силами бы показывали, что их чувства без того обостренные, оскорблены. А законы, они как раз должны бороться с экстремизмом, а не защищать этот самый экстремизм. То есть, если бы этот закон был принят, начались бы процессы, начались бы суды, начались бы взаимные упреки, оскорбления. И каждый суд, каждый процесс приводил бы к массовому противостоянию одной стороны, другой стороны, третьей стороны. То есть, закон вызвал бы, наоборот, брожение в обществе, а не успокоение, как, собственно, он и призван, к чему он, собственно, должен служить.